Девочки, я получила посылочку. Что-то покатился, коробки вообще улетели, я их догоняла там. Страшно за мысли, которые лезут в голову. Сейчас я собираюсь снять эту занавеску, повесить тюль и повесить бежевые занавески. Все, едем в Леруа за унитазом. Так готовил мой папа. Всем привет, мои хорошие, начинаю новый влог. Вы видали, как она обнимается со мной? Ты что, ты тоже сниматься хочешь? Да, девочка моя, я же только искупалась, рыбка. Ты все равно меня должна помыть, да? Мама плохо мылась, плохо мылась. Или ты как Денька уже, в камеру лишь бы. У меня все дети блогеры. В общем, спали мы сегодня в детской. Все замечательно, круто. Я думаю, что здесь мы, наверное, обоснуемся с Денечкой больше, да, давай. Здесь мы немного с Денечкой больше обоснуемся. И Денечка будет привыкать к своей комнате спать. А потом просто я перейду в свою комнату, когда муж уже приедет. И я думаю, что лучше даже, что пусть спят гости на моей козырной кровати. Ну, посмотрим, на самом деле. Я не знаю, пока мне здесь очень нравится. Здесь очень спокойная для спальни, прям идеальная комната. Денька уже тут играет, встал, пошел к своим игрушкам. Я даже пока занималась делами, он уже здесь в своей детской ковырялся. Ночник сам включил, телевизор сам включает себе. Ну, то есть он уже чувствует себя, как дома здесь, да. Вот, коврики. То есть я даже думаю, может быть, коврик еще один купить. Посмотрю, короче. Я не пойму, как их распределить немножко. Хорошо, чтобы коврик был возле кровати один, да, вот здесь подножки. А может быть, я этот просто подвину, потому что там-то все равно он там возле стенки не тусуется. Просто я его чутка сдвину сюда. Вот, и надо будет поехать в плентуса посмотреть. Ну, возможно, даже не сейчас я плентуса буду делать, чтобы уже, знаете, не покупать для каждой комнаты свой плентус, да, а уже все сделать. Поэтому надо все сначала доделать, все доубирать. Вот, сейчас я искупалась, сегодня мне нужно еще за одной посылкой съездить. И вообще мне очень много всего снимать нужно сегодня. Не знаю, как распределить все это время. Я еще такая раскачиваюсь долго с утра. То есть первая половина дня какая-то у меня иногда это... Иногда могу активничать, а иногда я прям засыпаю такая вот, пока раскачаюсь. Вот, и что? Все хорошо, все прекрасно. Ощущение какое-то вообще невероятное внутри, что комната вторая готова. Наконец-таки этот срач, который здесь был, я весь просто убрала. Я рада. Я безумно счастлива вообще. Какое-то прям, знаете, очищение внутреннее. На улице, кстати, не могу понять. Какой-то туман или какой-то грязь или дым. Посмотрите, не могу понять, в чем дело. Так выглянула и просто ни черта не видно. То ли грязь, то ли что, то ли туман. Ну, не похоже на туман, мне кажется. Какая-то, знаете, прям ветер, пыль может быть. Видите, вон летает все. И деревья колышутся. Не ближние, а дальние. Может быть, пыль поднялась. Сейчас я хочу сделать укладку. Не знаю, какую укладку сделать мне. Просто плойка крутилась уже. В эти волны делала. Хочется что-то более прямое. Более прямое, но с завихренью какой-нибудь. Ну, посмотрите на них. Ну, посмотрите. Посмотрите на них. Ну, посмотрите на них. Они мне покоя не дают никак. Саны. Кошка, Денька. Саня, мамочка. Мамочка. Хорошая. Хорошая мама, да? Да я такая. Девочки, я получила посылочку. И я вам скажу, что это большая радость для всех нас. Потому что это не только мне приколюшки обалденные, классные, но это еще и конкурсы в моем инстаграме. Сейчас я вам распакую. Посмотрите, что здесь лежит. Боже мой, я вся в предвкушении. Та-дам! Та-дам! Итак, девочки, я все разложила. Хочу вам немного показать, что же я заказала, о чем я так долго мечтала. И на что у нас будет розыгрыш. И вообще, какой план у нас. Итак, светодиодная маска для омоложения и подтяжки кожи лица и шеи. Девочки, на эту маску я уже смотрела давно. Она светится разными светами, там разные светодиоды. И каждый свет, он делает что-то свое. Что-то для омоложения, там, что-то для подтяжки, там, для увлажнения. Ну, я толком еще не изучила этот момент, но знаю, что, в общем, универсальное такое. Я думаю, что теперь все мои инъекции, которые я так планировала делать, подождут. В общем, маска вот такая. Она заряжается, у нее здесь пульт. Смотрите, вот она. Она всегда вот так стояла, и я на нее все время глядела. И она все время у них разными цветами там еще не отгорела. Смотрите. Вообще, боже мой, я теперь помолодею. Вот, такую маску я буду разыгрывать тоже. Все розыгрыши будут проходить в моем инстаграме. Раз в неделю я планирую делать какой-то розыгрыш. Вот, такая маска у меня. И одну такую маску я буду разыгрывать для вас. Поэтому обязательно, кто еще не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, чтобы не упустить эти конкурсы. Также я еще отдельно буду делать обзор каждого продукта на своем втором канале. То есть я эту маску сделаю, почитаю, расскажу, все подробно изучу. И вам уже покажу на себе, все сделаю. Так, сейчас эту открою. Это тоже маска. Маска-массажер для подтяжки кожи лица. Это вообще то, что мне нужно. Смотрите. Она такая тоненькая уже идет. Сзади какие-то пупырышки. Вообще, мне так интересно. Мне так хочется ее попробовать. Вы себе не представляете. Тоже какой-то пульт управления. Обалдеть. Подтяжка. То есть что-то здесь происходит. Мне прям интересно, что я буду чувствовать. Как это все будет. Супер. Тоже отдельный обзор будет на втором канале. Следующий это вакуумный массажер для губ. Ну, это чистое, вот знаете, немножко. Я никогда такое не пробовала, но мне понравилось, как выглядит вот этот вакуумный массажер. Боже, он уже... Ой, у него и разные еще... Боже мой, у него еще разные скорости. Это очень интересно. Ну, я бы хотела увеличить губки. Вот так посмотреть, как это вообще работает. Это дело, ну, развлекательного характера, может быть, видео будет. А может, действительно полезная штука, которая пригодится людям, которые хотят увеличить губы, но еще не знают. В общем, это будет тоже отдельный обзорчик на это. Ну, и последняя очень интересная вещица. Это такая бутылочка. Вот так вот выглядит эта бутылочка. Вся в пленочке. Короче, сюда наливаешь что-то, включаешь. И она начинает вот эту кислородную воду делать. И потом ее пьешь как-то. Не знаю, хочу посмотреть, попробовать, еще почитать о такой воде, да, чем она хороша там и так далее. Но мне идея, в принципе, понравилась. Я знаю, что в созвездии красоты у них все для красоты. Просто так каких-то вещей у них нет. У них все именно для нас, для женщин. В общем, вот такие вот у меня новиночки. Каждый из этих продуктов будет разыгрываться. Каждый из этих продуктов будет протестирован, подробно показан. Все вместе с вами посмотрим. Я думаю, что это будет очень интересно, полезно. И я, честно говоря, жду не дождусь того дня, когда начну все это тестировать. Обязательно проходите на мой второй канал. Ссылка будет под видео. Оставлю ссылочку на то, где все это можно заказать и подробно почитать. В инфобоксе будет вся полезная информация. Обязательно заходите и посмотрите. Пишите, у кого есть такие маски, кто уже пользовался, кто что-то знает об этом. Мне будет интересно почитать. Кружки мои, доброго вечера. А я вам показывала сегодня свою укладку? Мне кажется, что я вот это вот утром как сняла себя и все. И больше ничего не показывала. Да, я уложилась. И мне вот вариант, как я укладываюсь, нравится. Опять же, применила пенку и сверху лаком. И вот как-то мне нравится, прям нравится-нравится. Так заглянула сегодня в зеркало, такая, какая укладочка хорошая. Короче, от укладки, оказывается, очень много зависит. Да? Вот, укладка хорошая. Что я сегодня сделала? Я сняла сегодня три видео. Очень устала. Посмотрела сериальчик. Сейчас буду монтировать видео. Может быть, Таня приедет. У нее что-то бессонница. Не знаю. Но пока она досматривает свой сериал. Я свой. Через час созвонимся, будет видно. Еще у меня потек унитаз. Я не понимаю, откуда. Но у меня постоянно лужа. И это заметила я вот только буквально пару часов назад. Я в панике. Хотела уже было перетаскивать там всю плитку, которая лежит. И цемент, и мешок. Стану и созвонили. Стана говорит, ты что? Это очень тяжело. Побереги спину. Лучше завтра позвони. А я собираюсь, девочки, через буквально четыре дня. Все, уже придут мне делать инсталляцию. Как бы менять унитаз. И так далее. Я думаю, есть ли смысл это монтировать, выкинуть его нафиг и все. И поставить все новое. Но походу, короче, непонятно, что я перекрыла там воду сейчас. Вообще не понимаю, в чем дело. На улице у нас просто пыльная буря. Буря нереальная. Что с моим языком? На улице нереальная буря. Пыльная буря. От топа-то копыт. И я сегодня не вышла. Хотя мне нужно срочно забрать посылку свою. Она нужна мне. Дальше что будет, неизвестно. Крошки мои выехали из дома. Привет. Мчим. Вообще, короче, я полдня собиралась. У нас второй день пыльной бури. Честно, я сейчас вышла из дома. И у меня был мешок с мусором. Ну, там Денькины игрушки перебрала. Все там, короче, всего полно. Накидала. И еще коробки две пустые были. Просто их поставила, чтобы Деньку посадить в машину. С самой до мусорки дойти. Так оно у меня все улетело. Представляете, мешок упал. Что-то покатился. Коробки вообще улетели. Я их догоняла там. Потом я захожу за угол из дома. И просто меня сносит. Представляете? Ну, на самом деле, сейчас я улыбаюсь. Но это не смешно. Мне погода такая вообще не нравится. Я боюсь и ветра. Ветра они могут, блин, переворачивать. И машины, и ломать деревья. Блин, и уносить людей просто за легкую. Честно, я бы не выходила из дома. Просто у меня есть дело важное. Я вчера не пошла. Специально думала, что сегодня рассеется все. И схожу. Но я так долго, блин, тянула. Утром посмотрела. Вроде рассеялось все. Пыльная такая. Ну, не все прям рассеялось. Ну, в общем-то, далеко пыль. А сейчас вот, видите, деревья ближние видно. И все. И больше ни черта не видно. И уже вот такой витрюган поднялся. Я уже в окно смотрю. А там опять пылюка такая, что только дерево ближайшее видно. Короче, сейчас мчу. Быстренько по делу. Туда-обратно. И домой. В такую погоду вообще нельзя выходить. Я не люблю. Боюсь. Вот. Короче, вот сейчас на самом деле еду и переживаю немного. А еще пыль такая, что вот как и мама мне рассказывала вчера, дышать невозможно. Она говорит, я как-то вышла в такую погоду, была пылюка, видимо, еще в каком-то году. Я не помню. Она говорит, дышать невозможно. Именно пыль такая, что ты дышишь и просто ее на горле чувствуешь. Вот я вам скажу, что примерно что-то похожее. Я заплела хвостик, видите. Фух. Короче, я не знаю, хочу скорее домой. Хвостик заплела, чтобы волосы... Так вчера я еще их только помыла. Думаю, сейчас выйду на улицу и все будет в грязи. А мама, кстати, рассказывает, наверное, во влоге с вами рассказывала, кто смотрит. Она повесила то ли наволочку, то ли простыню сушиться за окно вчера. И вот эта буря как бы, все дела там началась. И мама говорит, достаю, ну, закрываю окна, достаю все, что повесила. Она говорит, вытряхиваю наволочку, как будто, говорит, грязный-грязный коврик, пыльный. Вытряхиваю просто, сыпется с него грязь. Труха, пылюка. Короче, блин, когда же это закончится? Обалдеть. Второй день уже. Вот посмотрите, какая серость. Машины все грязные, блин. А я сейчас еще смотрю сериал. Вчера мне вообще так очкливо было дома спать. Вот такой немножко триллер. Называется «Игра на выживание». Таня посоветовала мне. Говорит, вот, по жести экшен. Думаю, ну, ладно, посмотрю. Ну, реально по жести экшен. Единственное, есть, конечно, моменты, то, что это наш российский фильм смешные. Прям, знаете, вот прям не можешь погрузиться в это все, потому что играют, ё-моё, некоторые персонажи. Не, кто-то хорошо играет, а кто-то, ну, пипец просто, блин. Какие-то запинки такие, знаете. Ну, может, они оставили, думают, типа, как естественно, типа, то-сё. Но как-то нет, не заходит. Так, приехала уже. Но фильм, мне понравился, как бы, сама сюжетная линия. И вот смотрю на одном дыхании. Вот, ну, что, что, что. Каждый раз заканчивается просто что-то новое, неожиданное. Вот, в сериале в этом. И он такой немного страшливатый. И еще смысл в чем, что там люди тоже, вот, у них там апокалипсис какой-то, то-сё. И вот они так начинают сходить с ума, как бы, всякие подозрения. Ну, короче, реально уже начинают там сходить с ума. И вот кто как проявляется, тоже интересно. Представляете, подъехал Эксдек, а у них как раз в 16.00. И сейчас ровно 16.00, до 16.20 у них вот эта дезинфекция там какая-то идет. Твою ниха. А тут, блин, на минуты погода все портится, все хуже и хуже. Быстро забежал, выбежал и убежал домой. Все. А тут, блин, 20 минут нужно тупо сидеть и ждать, пока они откроются. И на вариантов нет. Мне надо получить эту посылку. Слушайте, ну это трындец. Просто на улице я взяла свою посылку. Вот я пока сидела в машине, никуда не выходила, да, чисто вот в машину. И все, у меня руки такие пыльные были. И дышать реально тяжело было. Короче, мне вообще еще нужно унитаз купить. У меня унитаз, я не пойму, то ли течет, то ли протекает, откуда-то лужа. И я, короче, ну как бы перемыкаю, наполнила, да, там бочок и все, и воду закрыла. Я не знаю, откуда течет. В общем, брата попросила прийти и помочь мне вот эти вот плитки. А мне еще плитку там не хватает, блин. А они в понедельник позвонят, наверное, только в понедельник. Короче, мне надо все успеть сделать. Я сейчас могла поехать в Леруа, но просто на улице такой трэш, что я не стала ехать туда. Мало ли что в дороге, мало ли какой ветер поднимется. Мне все время страшно, что меня унесет ветревой вихрь какой-нибудь. И моя машина будет лететь вот так вот, знаете, там за деревья цепляться. Вот, брат приедет, поможет мне, в общем, вот эти вот пачки плиток перенести. И поможет. Ну, я сейчас покажу вам просто, что там творит. Ну, как бы сейчас не залито все, да, но какая ситуация. Мешка клея универсальная. Вот этот вот мешок, он как бы уже пропитан водой. И, возможно, тут уже каменное образование, то есть уже не воспользоваться, да. Вот это полностью, мелочка, не мешай, пожалуйста, промокло. Но здесь плитка, с ней ничего не случится, да. Мне вообще еще надо купить такую пачку плитки, чтобы все хватило. И вот здесь постоянно у меня собирается вода, короче. Я не знаю, откуда. Я уже перекрывала воду. Нет, ну, если воду перекрываешь, вроде не собирается. Короче, не знаю. Ну, вот, брат, вот это все перетащит, потому что это тяжело. Я просто даже, я пыталась вчера, думала перетащить. Но я понимаю, что я сдвинуть с места даже не могу вот такой мешок. Просто столкнуть даже не могу. Так что ни одно, так другое. Пока ехала, очень захотела жареной картошки с сосисками прям, знаете, пожарить. Потому что вот у меня все время, кстати, когда я чувствую, что какой-то, знаете, стресс небольшой. Но это все стресс. Вот он маленький, он может быть где-то не фигурируется, да. Но это все стресс, когда вам что-то не нравится, дискомфорт, какие-то переживания, думки в голове, да. Не когда релакс и кайф, а вот именно. И это все стресс. Я смотрю за окно, и у меня стресс, понимаете? Я сейчас вам в окно покажу, что творит. Все, блин, в тумане. Посмотрите. Просто не видно горизонта, видите? Вот видно вот эти деревья и все. А еще было, еще хуже. Вчера было вообще, по-моему, я даже не видела вот этого здания. Вот эти деревья я только видела, и впереди есть все. Ну, короче, стремно. Окна грязные такие. И мне, короче, сразу хочется кушать что-нибудь вкусненького или что-нибудь жирненького. Вот, поэтому сегодня я буду дома. Сейчас я что-нибудь вкусненькое приготовлю. Может быть, Таня в гости придет. Вот. И все, будем отдыхать, спокойствие, релакс. Занавесочки повешу сегодня в спальню, покажу. Так, ну что, только что переезжал брат всей семьей. Кстати, приезжали, накормила их вкусненько. Брат вытащил мне не цемент, а вот этот клей для плитки из туалета. Вот. Смотрите, как будет у меня потом. Ничего, здесь не будет лишнего. Коробки вот там никакой не будет. Настюля оценила, ребята, оценили детскую. А, единственное, что вот, что я хочу, девочки. Перевернуть кровать. Вот, потому что здесь приходится прям на этот угол. Видите, неудобно. И любимым я тоже посмотрела и говорит, лучше перевернуть кровать вот так, чтобы она стояла. И вот, и расстелилась как бы здесь. Ну, оно примерно одинаково получится, но пространства будет чуть-чуть больше. Там как раз и можно. Короче, можно сделать. Я думаю, что мы ее соберем, уберем все лишнее и передвинем уже с мамой. Кстати, еще, когда я вам снимала, здесь вообще единорожек должен стоять. И он цвета такого же красивого. Сейчас покажу. Вот, светленький, видите? А это СС были, потому что я видео уже снимала. А так вообще единорожечка тут стоит. Вот, фотки еще не нашла, не распечатала. Ну, короче, пусть пока так красиво стоит. Вот, играли с Настей, ребята. Мы с патики укладываемся. Да, Дэнчка? Все, покушали, с патики укладываемся. Дорогие мои, я решила, знаете, у нас такая во влогах будет рубрика вставная. Будет называться «Ответы на комментарии», потому что многие думают, что я их не читаю, может быть, да, там, если не лайк, бывает, вот, прочитала, лайк поставила, да. Бывает, просто их так много, я просмотрела все, и просто лайк ставить каждому просто не хватает даже времени. Вот, поэтому по возможности, когда есть время, я это делаю, обязательно все вижу, все читаю. Не читаю я, так читает кто-то из моих близких, обязательно мне все передает. Я хотела ответить кратенько, во-первых, по поводу волос Танюшки, она хочет покраситься, и это была ее инициатива, почему-то на меня всех собак. Вот, помним мы, как ты там красила кого-то, да, а вот, что ты всех подруг хочешь перекрасить и так далее. Ну, если возникает желание у моей подруги покрасить волосы, и она не в плонт хочет покраситься, а просто хочет их немного осветлить. Ей надоел черный цвет и хочет немного осветлить, тем более вы первые говорили о ее энергетике, о том, какая она там темная энергетика, вот, она и решила смыть свою темную энергетику и покраситься немного в более светлый цвет. Вот, по примеру, там, например, Любашки, у Любашки тоже были темные волосы, она сделала их чуть светлее, все у нее хорошо, ухаживает за волосами, и все прекрасно, поэтому мы по той же технологии собираемся краситься. И когда я давно красила людей и себя, как бы у меня уже опыт появился с тех пор, да, и как бы все нормально будет, я думаю, вот. Вот, я просто за любой кипиш, и если поступило предложение, то я только за, так как над своими волосами я тоже уже очень много, можно сказать, издевалась где-то, да, но они прекрасно себя чувствуют, и все нормально, смотря как потом ухаживать. Вот, по поводу еще вопроса, кого я блокирую, тут много комментариев всяких, кого я там блокирую, а вот это вот, а вот это вот сообщение точно вы удалите, там, и так далее. Вы знаете, что, как бы, могу сказать, кого я удаляю, точнее блокирую. Я блокирую людей, которым я вижу, я явно не нравлюсь, ну вот прям не нравлюсь, вот человек ищет изъяны какие-то, до чего бы докопаться, и где-то, может быть, унизить, может быть, даже тонко, не обязательно прям прямое оскорбление, какая я там стрёмная, там, да, ну просто ужасная, там, человеку плохо, там, да, смотреть на меня, а просто вот даже, когда аккуратно пытаются унизить, или там где-то поставить на место, пытаются указать на какие-то мои там недостатки. Девчонки, я такая самоуверенная, вот даже вот кому, может, не хватает самоуверенности, да, и вот этого независимости от других мнений, я вам скажу, как я на это реагирую. Я реагирую на это просто либо уходом от человека в своей жизни, да, либо игнором человека в своей жизни. Вокруг меня нет людей, которым я не нравлюсь, я никого рядом с собой не держу насильно, чтобы кого-то пытать своей личностью, да. То же самое касается и блога. Это моё пространство, моё пространство в интернете, мой канал, который я создаю лично, да, моё жилище, где я живу, да, моё, вот я личность, вот моё окружение, это всё я выбираю сама. В жизни обычной, да, я выбираю посредством того, что те, кто мне нравится, кому нравлюсь я, у нас взаимная симпатия, мы находимся рядом, мы общаемся, поддерживаем общение, там, помогаем друг другу и так далее, разные отношения, да, с кем-то. Кто мне не нравится, идёт лесом. Таких людей я рядом не держу, у них нет возможности со мной общаться вообще абсолютно никак. Я думаю, что каждый из вас адекватно точно так же делит людей, да. Вот, а что касается интернетного пространства и моего канала, я здесь точно так же могу выбирать, зачищать, кто будет комментировать, да. Запрещать смотреть моё видео я не могу никому. Здесь нет такой блокировки, что ты блокируешь кого-то и тебя не смотрят, да, как, например, в Инстаграме. В Инстаграме, если ты блокируешь кого-то, то он тебя и не комментирует, не смотрит, вообще твой канал не видит, да. Не очень хорошо, кстати. Я бы хотела блокировать просто, чтобы люди не писали говно, да, а пусть продолжают смотреть. Но, к сожалению, там такого нет. И в Ютубе мне очень нравится, что здесь можно блокировать просто человека. Он может смотреть тебе, продолжать, даже может лайки ставить тебе или дизлайки, но он не может комментировать. То есть свой высер вот этот вот, он не оставляет, но за счёт дизлайка только, ну ради бога. Вот. И те люди, которым я явно не нравлюсь, я вижу, что не нравлюсь, я вот именно в пространстве интернета, мне дали, вам дали возможность писать, да, что хотите, что вы думаете, а нам дали возможность блокировать. То есть это мы, тем самым, да, вот блогеры, публичные личности выражают свой ответ. Вот. Если я вижу какое-то сообщение, оно довольно-таки, ну безобидное, реально, может быть, с каким-то интересом, там, да, без всякого принижения, там, и подкола какого-то, да, то есть вы знаете, как строятся такие предложения, да, я с удовольствием отвечаю, потому что, может, человек, правда, что-то там не понял, не увидел, там, и так далее. Я, конечно же, отвечаю, но если я вижу явную нелюбовь ко мне и желание найти какие-то изъяны, да, и, знаете, как котёнка, вот, куда-то потыкать, да, я таких блокирую людей. Ради бога, смотрите, ставьте дизлайки молча. Вот и всё. И, опять же, есть люди, которые думают, что они умнее всех. Они могут не оскорблять ничего, просто писать какой-то комментарий, на который, вот я ещё блокирую таких людей, да, то есть я комментарий оставлять не хочу, негативный, потому что он несёт в себе какой-то негатив, уличение меня в чём-то, да, какая-то, может, не хозяйка или не домать, или там глуповато, там, или ещё что-то, да. Но я понимаю, что, ну, то есть вообще вот я просто читаю комментарии, и, честно, для меня этот человек просто уже открыт. Я вижу, какого недалёкого ума сам человек, который просто даже пишет комментарии такого рода. Это уже о чём-то говорит, да, потому что вот, ну, я по себе сужу. Я не пишу комментарии вообще людям, я либо напишу что-то хорошее, либо не напишу ничего, это не моего ума дело. Раньше, когда я была помоложе, я бывала, там, у меня какое-то самомнение, я там, какой-нибудь психолога посмотрю, думаю, боже, какую чушь он несёт, сколько умов он вводит в заблуждение, да. И я помню, писала там какие-то комментарии такие там, то-сё, сейчас оборачиваюсь на это и думаю, боже, какой же глупой я была. Я реально была глупой с каким-то самомнением. Я что, буду каждому писать, кто мне не нравится, заходите, даже надо было зайти мне, посмотреть, а потом ещё написать. Ой, умная, ой, помню, чувствовала себя такой умной, что написала, как бы вот я умнее чувствую себя. И, в принципе, у меня есть такой опыт, я знаю, что чувствуют люди, когда такое пишут. Соответственно, передо мной картина ясна, человек захотел поумничать. У меня, честно, нет ни времени, ни сил, ни желания такому человеку что-то доказывать, который даже некорректно как-то. Да, вот так вот, с самомнением каким-то попытался высказаться в мою сторону, тем самым меня как-то принизить. Типа я чего-то не знаю, а он знает. И я понимаю, что мне слишком много надо будет писать текста. И я просто думаю, я не хочу тратить даже на этого человека время. Если бы мы где-то встретились, я человек, который разговаривает, а не который пишет. Мне вот писать вообще не нравится. Я всегда отправляю голосовые. Читать могу, да, но писать не люблю. Это очень долго. Поэтому, представляете, все, что я сейчас говорю, если бы я писала, это вообще трэш. Лучше вообще тогда не отвечать на это, да, писанина, и просто заблокировать человека, и все. Пусть он больше херню такую не носит, с которой мне будут полемики, еще надо вступать. И спорить, что-то доказывать там, да, или ставить другого человека на место. Опять же, я даже не хочу этим заниматься. Вот, по поводу силиконовых ковриков я уже ответила здесь, но не знаю, может, вы не почитаете. Кто-то пишет, даже не одна девушка, по-моему, что я не читаю комментарии. Мне же сказали про силиконовые коврики. Мне сказали, я прочитала, я посмотрела, что там в Леруа он стоит где-то 180 рублей, по-моему, силиконовый коврик. Или в Икее, да, в Леруа там еще. Я посмотрела, как бы, что да и да, надо заехать, надо купить. Какого он размера, я не посмотрела, как бы, у меня не было времени. Я просто знаю, что там есть, вы написали, что есть такие коврики, все. Я захожу случайно в магазин, вижу маленький коврик и думаю, надо взять попробовать, как это работает. Вот и взяла, вот и все, и вам засняла и показала. Чтобы вы не думали, что я не читаю комментарии. Я читаю комментарии, все вижу, все слышу. Почитала все комментарии под влогом, влогом, который там, шоппинг, где все мои подруги после дня рождения, Деньги. Ну и заключительные комментарии, которые, как бы, комментировать я буду минимально. Просто хотелось бы послать нахер, да, по поводу моего ребенка. Вот. Одно могу здесь сказать, просто, ну, это неадекватность на лицо. Люди, которые пишут гадости про ребенка, это, ну, говорит просто об их воспитании, об их умственной отсталости. И, ну, для меня это проблемы с человеком на лицо. Нормальный человек никогда такого не напишет. Даже если, знаете, как бывает даже, о, Боже, страшно за мысли, которые лезут в голову тебе, да, когда тебе просто, может, даже какой-то ребенок просто не нравится. Он ничего тебе не сделал, да, там, ну, так на улице, да. Просто ты смотришь там ребенка, а он тебе не нравится, он тебя отталкивает. Ну, это, блин, твои личные проблемы. Ребенок ничего тебе не сделал, а он тебе не нравится. И ты можешь уже начинать думать про него что-то, да. И хочется сказать в этот момент, блин, побойся своих мыслей, девочки, мыслей побойся. А тут пишут и пишут. Главное, есть те люди, которые пишут и потом там еще кому-то подписывают, кому-то отвечают. Десять тысяч комментариев от одного человека. Ну, то есть их несколько тут, я понимаю, они командой, наверное, работают. Вот все знакомые, я так думаю, подружки атакуют комментарии, да. Я спокойно на это реагирую, да, просто блокирую тупо. Но в голове в моей не укладывается, честно, что за люди могут это писать. Это явно сами люди недоразвитые. Недоразвитые только люди могут такое писать. Прошу заметить, что я не говорю конкретно, да, там, вот ты, ты, ты недоразвитый. Просто в целом я говорю о таких людях. Это люди, которые явно, я не знаю даже, как это назвать. Вообще не знаю. Иногда просто, я не знаю, злые, может быть, на весь мир как-то, да, или как. Когда детей самое святое трогают, да. Просто есть вещи, которые я могу понять, потому что я, может быть, была там в шкуре кого-то, да, там. То есть я могу понимать, почему, да, тебе так плохо, да, тебе так не идёт, там, Силя, а почему вот это. То есть какие-то комментарии, даже негативные в мой адрес, я могу понять. Потому что сама когда-то была такой, сама когда-то испытывала какие-то, может быть, эмоции, там, да. И знаю, здесь человек злится, здесь он где-то завидует, здесь ревнует, здесь у него там самомнение, ещё тогда. То есть я могу представить, что бы я чувствовала, если бы писала подобный комментарий. И могу понять, что чувствует в этот момент человек. Но когда пишут про ребёнка, я не могу понять, что чувствует в этот момент человек. Могу только догадываться. Я не могу представить, вот, что я пишу такой комментарий. Что я должна чувствовать? Пища, пися, пися, такой комментарий. Ну, как сказать, пища, пища, пися. В общем, что я буду чувствовать, когда буду писать такой комментарий. Я не могу представить, и у меня не ловится ощущение это. Мне просто кажется, что этот человек живёт совершенно в другом мире, совершенно с другими ценностями внутренними, которые хорошо, что мне не понять, наверное. Было бы не очень хорошо, если бы я понимала, что они чувствуют. Но догадаться могу, наверное, какая-то злость на весь мир. Что-то даже дети, чужие дети, их раздражают, и они считают, что они могут вот такое писать. Ой, ужас, надо ли глядеть, ужасы. Ладно, в общем, я покушала сейчас то, что должна завтракать. То, чем завтракают, гранолу с молочком. Что-то мне захотелось сладенького, у меня ничего сладенького нет. Сейчас я ещё, кстати, продукты не покупала. Хочу это подъесть немного, то, что есть. Ну что, мои хорошие, добралась я до комнаты. Время без 15.2 ночи. Денечка уже давно спит, я уже смонтировала видео. Поставила на 8 часов, покушала, посмотрела сериал. И когда мне ещё заниматься? Ну, только вот без 22. Напоминаю, какие у меня занавесочки. Я их брала в Леруа, одно время их не было. Они идут в ширину 3 метра. И в высоту 2,80 очень мне подходит. То есть оно немножечко свисает, там 1 см, да, парочку, да. И вот эти я тоже взяла в Леруа. Это новинки. Блэк-ауты. Тоже размер идёт 2 метра в ширину и 2,80 см в высоту. То, что мне подходит. Хотя здесь на картинке, видите, нарисовано, что такая минимальная защита от цвета. Но на самом деле они очень хорошо защищают. И класс. Ну, в детской вот такие же висят серенькие только. Эти стоят 2,100. А эти не помню. Ссылки оставлю под видео. Итак, сейчас я собираюсь снять эту занавеску, повесить тюль и повесить бежевые занавески. И вы зацените, как было и как станет. Поехали. Это у нас с тюлью. Сейчас буду надевать занавеску бежевую. Ну что? Та-дам! Да, немножечко прибрала и постельное поменяла. Потому что вот эти занавески, они бежевые. И под них совершенно не подходил тот плед. Я сначала подумала, блин, что-то мне слишком жёлто. Мне хочется больше холодного. Но на самом деле цвет у них, ну, прям вот бежевый. Вот бежевый, как самый светлый вот здесь на ковре, видите. А дело их... Сейчас, кстати, они немножечко пятнами, видите. Потому что я их побрызгала, попшикала. Водичкой вместе с ополаскивателем. Они сейчас вкусно пахнут. И разглаживаются, пока висят пятнышками. И они также будут хорошо смотреться, если у нас ещё в декоре будет присутствовать вот такой вот тёплый оттенок бежевый. Так как у меня белое всё, да, оно холодное. Вот, нужны бежевые оттеночки. В общем, поменяла постельное бельё. Ортопедические подушки у меня. По длине всё замечательно, прям хорошо. Ну, прям вот мне нравится, когда немножечко свисает. Когда много, не очень. А когда вот чуть-чуть, прям хорошо. Я даже не хочу их обрезать так, чтобы было, знаете, прям впритык в пол, да, или чуть-чуть отставало. Мне так не нравится. Более воздушно, мне кажется, смотрится, когда немножечко висит. Вот, ну, это чистое дело вкуса, я думаю, да. Хорошо, вот ролл-шторы внизу у меня находятся, да, под занавесками. Я их опустила, и люди напротив, которые на улице, совершенно не видели, как я тут скакала, как обезьянка. Кстати, время полчетвёртого, да. То есть, вот посчитайте, сколько времени мне заняло повесить эти шторы, попшикать, поменять постельное, всё дело. Книжечку положила настольно. Это как раз та книжка из Фикс Прайса, о которой я вам говорила всё время, экстремальный тайм-менеджмент. Остановилась на самом интересном. Всё никак не могу зачитать. Вот специально положила сюда, чтобы не забыть продолжить её читать. И вот, кстати, из Фикс Прайса тоже ночничок. Они очень удобные. У меня вот такого, получается, цвета. Тоже, видите? Цвет в цвет. Они очень стильные. Кстати, кто приходил ко мне, «Вау, где ты взяла такой ночник?» Я говорю, в Фикс Прайсе, «Да ладно, он так стильно смотрится». Он, по-моему, 99 рублей даже стоит. Шарики ещё с дня рождения остались. Можно подсвечник включить. И ещё вот здесь тоже подсвечник. Смотрите. Подсветильник. Короче, освещение, светильник называется, да? Ночник. Тоже очень хорошо смотрится. В принципе, стало более уютно в комнате. Более, знаете, тепло. Вот так. Но я ещё доубираю. Конечно же, этого пластикового комода здесь не будет. Вешалки это здесь не будет. Здесь будет огромный телевизор. Часы тоже где-то уберутся. Сейчас я ещё хочу заказать картину большую. Скорее всего, она будет висеть над кроватью. Она тоже будет делать свой декор. В общем, такие дела. В общем, вот такие шторы. Ссылку тоже на них оставлю под видео. Какой цвет у меня. Может быть, кто-то захочет заказать онлайн, чтобы у вас была ссылочка. Теперь, девочка, у меня ещё одна задача. У меня два пледа. Один более такой бежевый немножечко, да? Другой более светлый. И я теперь пытаюсь понять, какой мне лучше оставить себе, а какой подарить Тане. Два одинаковых пледа абсолютно. Я не знаю даже. Я даже не знаю теперь. Ну, вроде бежевый теперь под занавесочки, да, подходит. Более бежевый. Хотя я думала до этого оставить вот этот белый. Прям не знаю. Теперь вообще. Ну, что мне теперь делать? Какое-какое. Мне, честно, нравится больше светлый. Но бежевый как будто больше подходит. Я больше под кровать смотрю, видите? С кроватью сочетается больше вот этот цвет. Напишите в комментариях. Ну, просто послушаю. Не знаю. Конечно, буду прислушиваться к своей интуиции. Ну, интересно ваше мнение, какой больше подходит вот под это все дело. Кто здесь? Кто здесь? Кто это? Такая засранка малая. Кто моя засранка малая? Такая кошечка. Такая кофа. Коша моя, кошка. Да такая кошка невозможная. Посмотрите. Что это за хрюня? Что за хрюнечка? Ну, что это за кошечка такая? Как тебя можно не любить вообще? Как тебя можно не любить? Как? Как, скажи? Как? Ты такая смешная детина. Кошка моя. А эти лапки? А эти лапки? А эти лапки? Привет. Мам, поцелуешь? А кто это трактора включил? Кто это трактора включил? Ну, и книжку, как вы поняли, я положила туда для понта. Но на самом деле у меня книжки вот здесь лежат. Вот они две, которые я читаю. Ну, а теперь, мои хорошие, я пойду спать. А точнее, я гляну еще одну серию сериала русского. «Игра на выживание» с Чадовым в главной роли и Бортич. Честно говоря, мне этот сериал очень нравится. У меня там не показывается в приложении, какая у меня серия, но я просто смотрю нон-стоп. Правда. Ну, я уже говорила, наверное, да, что есть смешные моменты в сериале. Я же забываю иногда, что я сказала в видео. Короче, есть смешные моменты в сериале, как наши русские снимают. Но, тем не менее, сюжет захватывающий. И мне реально интересно, что же будет в конце. С вами прощалась. Спокойной ночи. До завтра. Доброе утро. Смотрите, какой свет днем получается. Ну, как бы, блэкауты, но только для ночи блэкауты, да. Я бы не сказала, что это... Ну, не стопроцентные блэкауты. Да, они удерживаются. Я сейчас яркий свет там, но... Ну, красиво, в принципе. Теплый такой прям песочный оттенок в комнате. Сейчас покажу, как на самом деле там. Вот. Так еще у меня эти зашторены, видите? Ролл-шторы. Пыльная завеса уже вроде чуть-чуть отошла. Видите, видно хоть эти дома. Я думаю, надо съездить Леруа. Подхожу к Деньке, говорю, давай ножку. Смотрю, а он очки одел, значит. Ключи взял. Часы одел. Сегодня одела новый образ, свою курточку. Скорее выгуливаю. Сначала забыла про нее, девочки, представляете, что она у меня есть. И сначала хотела одеть свою вот эту вот с шипами немножко у меня здесь есть. А потом такая вспоминаю, думаю, блин, сюда же идеально пойдет. Так не классная, такая свободная, классная. Еще переодела рюкзак. Взяла черный свой рюкзак вместо моего гесовского бежевого. Я думаю, что уже осень как-то вот. Ну, в общем, буду перебирать. Тем самым, по ходу, я еще и прибираю в рюкзаке. Столько там чеков и всего. Все, едем в Леруа за унитазом. В Леруа, чтобы вы не говорили, что я вас не слушаю. Я вас слушаю и все читаю. Смотрите. Ну, точнее, не слушаю. Я непослушная девчонка, конечно. Но я имею в виду, что я читаю ваши комменты. Вот, взяла 60 на 120, я думаю, мне подходит. Бежевенький. Не помню, сколько стоит. А, кстати, я приехала за унитазом, и мне здесь ни один унитаз не нравится. Я хочу белую кнопочку. Я хочу там определенный... Блин, надо было вам показать, что конкретно я ищу. Но, в общем, мне не понравились унитазы. Я сейчас поеду в ХДМ, буду искать унитаз, который мне нужен. Сейчас я хожу среди... Пока присматриваюсь к растениям, смотрю, что можно было бы мне посадить. Вместо того. Мы не двигаемся по ТЦ, пока не пойдем. А я заказала киота в этом, в Майбоксе. Что-то его по-другому стали готовить. Еще закрыли крышкой, представляете? И все вот эти вот креветки, которые сверху, они прилипли к крышке. Мне пришлось все ставить на место, поэтому вид такой. Еще мы в Старбаксе, я взяла себе фрапучино. Мне пришлось его полностью переделать. Чтобы мне... То есть фрапучино, короче, шоколадный. То есть он без кофе, без ничего. Я попросила, чтобы мне крошку шоколадную добавили. Соевое молоко сделали. Сироп шоколадный убрали. И кофе добавили. Короче, полностью это я переделала. Главная основа фрапучинская. В общем, кушаем. Потом двигаем дальше в другой магазин. Ехала, ехала и приехала в пробку. Ладно, скажу пока, что там да как. С этими унитазами, девочки. Я все время думаю, так, сейчас я сниму унитазы. Покажу вам, какие мне нравятся, какие не нравятся. Я все время забываю. И уже там была на третьем этаже. Спустилась на первый этаж. И думаю, блин, забыла снять унитазы. Ну ладно. Короче, смысл в том, что антисплеск это называется. Такой порожек, знаете, как бы на унитазах. Он мне не нравится. Вот, в общем, без порожка очень мало. Просто вот если из десяти, короче, один без порожка, девять с порожком. Соответственно, у меня выбор не так велик. Дальше кнопку. Я хотела белая, чтобы была кнопка. Это тоже как бы... Ну, если отдельно собирать там все, да, в комплекте, это вот мало там. Ну, вот один, например, вариант какой-то есть, к примеру, да, там или два. И все. Так еще и один из них будет с порожком, с этим, который мне не нравится. Короче, мне безумно повезло, мне кажется. У меня как чуйка, знаете, ведет меня и говорит, нет, здесь не бери, пойди, сходи туда, сюда. Короче, я вообще заказала комплект девочки за 10 тысяч. Польская фирма, делают в России. Гарантия 2 года на все. И на оборудование, на то, на крышку отдельно. И там идет крышка с лифтом, кнопка белая, как мне нужно было. Унитаз. Не такой, который я хотела. Я хотела больше какой-то квадратный, знаете, закругленный. Но дело в том, что то, что я хочу, еще и с беды, да, как я хотела. Такой туалетик стоит 100. И то он не совсем то, что мне надо. Вот за 200 с лишним, вот это то, что мне надо. Я подумала, что я не буду выпендриваться. У меня квартира вся в бюджетном таком достаточно варианте. Выпендриваться мы будем уже, когда будем строить дом, когда есть уже свое жилье какое-то, да, комфортное, там, бюджетное, да. Ну, как бы стараюсь, чтобы было красиво и бюджетно, да. Тогда уже мы там собираем, не собираем, там, строим вот этот дом. И все там супер лакшери делаем, как мы хотим, чтобы чувствовать себя комфортно. Там можно и за 100, за 200 тысяч унитаз поставить. А здесь в квартире, мне кажется, что это, ну, какой-то вот пыш. Поэтому можно было варианты там еще поискать, отдельно туалет взять. То есть там 10, самая минимальная цена, да. Отдельная инсталляция идет тоже от 10 тысяч. И отдельно кнопка там, да. И, девочки, это все равно не то, что я бы хотела. Поэтому если то, что я хотела, стоит 100, а то, что я не хотела, и оно как бы симпатично, главное без блюдечка, да, и с белой кнопочкой еще, и с лифтом, просто он не квадратный. То есть он на самом деле тот, который я хотела, только он не квадратный. Он немножко обычно выглядит, просто обычненький, аккуратненький, минималистичный. Вот. Ну, я потом еще буду когда делать саму инсталляцию, я вам сниму отдельное видео, и я буду говорить, что именно вот я хотела, да, и что именно взяла. А вы посмотрите, я думаю, вы даже скажете, что прекрасный туалет за такие деньги. Потому что я знаю, кто ставил инсталляцию, извините меня, это все было немаленьких денег, абсолютно, там 100 и 200, реально. Ну, 50 это минимал самый. Поэтому я за 10 весь комплект купила, и просто радуюсь. Гарантия 2 года. Супер. Только мне его доставят во вторник, блин, аж. А мои ребята освободятся в понедельник. И у меня протекает унитаз, вы помните, да? И уже этот унитаз никак не вернуть, потому что у меня ни чеков, ничего. И из Леруа сервисной карты у меня не было. Сейчас я же сделала себе сервисную карту, наконец-таки. И теперь все покупки я провожу через сервисную карту, и уже не нужен мне будет чек. Если что-то где-то у меня там испортится, да, я сразу звоню, мне приходят, меняют все это бесплатно. А сейчас этот унитаз, я не знаю, выбросит только. Итак, чтобы не кусочничать, вот такую вот я купила в Леруашке. 200, блин, рублей она стоит с чем-то. Блин! В смысле не кусочничать? А, нет, все нормально. Вот она, смотрите, размера какого. Длинненькая. Там была другая еще больше, а эта поменьше. Вот я взяла та, которая поменьше. Думаю, нормально будет, видите? Вот здесь, вот с этой стороны чуть-чуть ткани хватает, а здесь, я думаю, нормально. Сейчас постелю, посмотрим. В общем, вот так это выглядит. Все, стелим наш коврик, выравниваю, ну и теперь проверяю. Блин, все равно оно должно, видите, до конца быть. Вот здесь с краю все равно сделается. Ну, хоть как бы вот эти моменты уже не так. А что с краю? У меня же есть этот кусок. Можно дошить, блин, наверное, туда. А что его теперь выбрасывать? Вот он. Либо два сделать. Блин, я тупанула, надо было взять тот, который побольше, и просто обрезать его, представляете? А я что-то это, вот реально тупанула, называется. Там разница была 50 рублей, наверное. Ай, и теперь все уже. Ну ладно, на следующий раз. Пока так будет. Вот здесь хорошо, чтобы до конца было, видите? И тогда все. С краешку и здесь. Ну ладно. Че, на ошибках учиться. В следующий раз уже не совершу такой ошибки. Вот эти, кстати, детские коврики, они вот антискользяшки здесь. Ткань такая. Вообще проблем таких не было. Я даже просто и не подумала, что ковер может так скользить. Я думала, их специально делают, чтобы они не скользили. Че, моя девочка? Ты че, скучала, что ли? Мы пришли, и ты тут соскучилась. На, тебя погладить, да? Поцеловать котейку. Ой, забирается. Вот так вот к маме. Вот так и сидеть, да? Все. Села. Нюхает маму. Мам, ты где была? Че принесла? Блин, я тебе хотела еды мелочко вкусной купить. Но я не заходила в магазин. Так что будешь есть свою. Этот, корм мягкий очень любит. Хотела я мягкого взять корма. Ну ладно, сухой пока поешь. Тихо, девочка. Ты ругаешься, что я уходила, да? Не ругайся. Мамша пришла, и мы недолго, между прочим. Мы недолго, между прочим, были. Не выдумывай. Не выдумывай. Чего ты, красавица? Я в жизни не встречала красивее кошки, чем моя Мила. И с такой энергетикой. В жизни я не встречала. Этот человек. Посмотрите в ее глаза. Мила, посмотри в глаза. Ну, мил. Ну, посмотри в глаза. Я люблю кошку. Ты моя? Ты моя? Человечина. А ко мне Танечка приехала в гости, смотрите. Режет картошку по... Ой, нифига себе, я по-другому режу. Короче, я сейчас буду Тане и ее рецепту учиться, потому что я по-другому. Так готовил мой папа. Очень вкусно. Я помню, ты в Москве нам с Люгой готовила как-то картошку. Я помню, обалдела. Что ты говоришь, сглазишь картошку? А ты это... У тебя раз на раз не приходится, да? Да нет, ну просто я на камеру не умею готовить. Я вообще только недавно на камеру начала. Я не буду показывать весь процесс, я просто показываю, как ты режешь картошку, смотрите, вот такими. Я просто режу соломкой, можно сказать, поэтому она чуть-чуть по-другому получится. И, кстати, у меня обычно сильный огонь для поджарки, а у Тани, например, средний огонь. В общем, буду сейчас смотреть, потом покажу итог. Мои секреты не выдаваешь. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok